вот мы и приехали в австралию какую-нибудь жаркую страну где много страус никогда так строится можно покормить на открытой ладошке он берет аккуратно хочешь покорми давай подержи какие глазки это угроза какая-то сверху да у меня все вопрос неужели их зиму им зимой не холодно у нас как он все работает такой очень низкий болевой порог они не чувствуют холода у них по большому счету вот здесь этот скворечник смотрите он не уцеплен абсолютно вот эта зима была девочка это говорит хорошо все девочка боится да ну и нет она подойдет просто они сейчас когда дождь они лежат ну вот и в принципе немножко просто раскачаться надо вот такая я хочу сказать вот этой зимой допустим у нас когда был очень холодно и у них вот внутри не утеплено абсолютно весь там печь я там двери закрываю затапливаю и допустим если температура там минус 11 они абсолютно легко то есть они себя чувствуют абсолютно прекрасно и мало того если например зима они очень не любят бояться сквозняков вот но если вот метель шуга так мы если метели нету допустим солнышко вот светит ну такая вот морозная погода хорошая здесь минус 15 не по по колено ходит там снегу то есть абсолютно в абсолютно себя хорошо чувствует покормили вот так вот очень не привередиваю не только по кому они вот крупные птицы допустим у нее вес достигает 120 килограмм 120 до сутки на одну птицу в летний период полтора килограмма корма всего 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 в зимний два ну я там естественно балую ким-то вкусняшками там еще вот а вкусняшки для них что интересно яблочки или что-то или овощи нет они а ну да вкусняшки да вкусняшки это для них капусту там нарезаю там сено хороший там беру они любят там в кормушку а так нет питания за питание мы следим питание но очень важно для питания потому что во первых витамины там дело в том что они используют только натуральный корм ничем таким не накормить и ханик и если не стану да дело в том что они еще интересны тем что они ничем не болеют если вы допустим есть птичий гриб да 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 эти не подвержены ничему и допустим чем еще хорошо то есть у них по холестерину очень но очень диетическое мясо получается как вот считается там индейка крови на у них на три порядка еще по показателю ниже да и потом на то что кур индейка там ну все-таки прокалывает на на месте а этих ты ничем не проколешь они это либо едят любыми едят а так нет а так они чем еще интересно они живут до восьмидесяти лет обалдеть самому старшему здесь 14 самый старший девочки вот на третьей дорожке не стоит рост 270 я когда закрывать дверь они на улице выглядят окно выглядывают спокойно от них нет ни шума вот там вы получаете вот за 6 лет до образно говоря за пять с половиной это никто не числил то есть у них нет на навоза яйца дает самка а через день дает яйцо через через день так часто да вы что вот эта девочка а вот она маленькая мелкая мне это позову мелко она самая крупная яйцо из всех давала то есть надо еще одной кило девятьсот шестьсот кило девятьсот шестьсот а так средние яйца где-то кило шестьсот кило четыреста а яйца еще долго ранее писал я думал что они одно яйцо весной да и все я у меня вот такой сложили какие классные сувенирчик подарю ой пассива можно попробовать держи красивая такая то есть есть будет ситуация какая ну допустим на начало когда сезон начинается и после зима они там птицы еще слабая ну солнце мало получила мы яйца в инкубатор не закладываю то есть столовые яйца делаем то есть продаем как столовые не достаточно дорогие и тоже дорогие а сколько стоит давайте зрителям нашим скажем мы паре две тысячи две с половиной видео мы одну как бы для освоить у нас там ну-ка-поторых как бады на дело то что у нас на них заказ то есть это мы там у нас свои звонят мы оставляем или там я завожу прям люди извините любители да вот а на вкус она как куриная обычно на куриное единственное что белок у него такой немножко получается как бы прозрачный и она если делать яичницу она все-таки такой жестковато немного я не ну как бы а вот омлет а вот омлет вот у меня есть такая формочка вот такой человек шесть это прекрасно себе вот по таким пускам и теперь его тоже будем заказывать и не вопрос на самом деле она уж и простить изложения безотходно на самом деле такое производство потому что допустим у крупной птицы это получается ну чистого мяса где-то килограмм сорок полтора квадратных метра кожи причем кожа струмсильная кожа она изысканная просто она она очень крепкая она тонкая и но она дорогостоящая вообще ее там просто нужно уметь там обрабатывать ну понятно что перья 6 шерсть театры какой красота театры там и прочее там они тоже заказанными очередь тоже заказная позиция когти вот коготь на да 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 это этот коготь используется то есть там настолько крепкий ветер то есть его перетирают в порошок и из этого порошка делают абразивы для обработки алмазов вот это да это на 72 яйца здесь поворотная платформа я специально делаю такие зажимы чтобы яйцо вставляешь и она не болталась потому что ударяться не должно стены вот эта платформа поворачивается на 45 градусов за сутки то есть туда обратно и туда держит температуру влажность и показывает поворот самый угол поворота да ну вот так вот он это вот в этом был в одном уже взрослый это из крупы он еще шейку не держит сейчас у меня просто это вычищено все это след вам погреет да вот эти лампы прибивает здесь я это просвечиваю то есть я включаю яйцо ставлю смотрю инкубирована ну или нет то что яйцо может быть не инкубированы вот и я тогда определяюсь и столовой я закладываю в холодильник если она инкубирована я ему даю там отлежаться немножечко и закладываю жены куба могу да так что вот здесь они носятся кормушки вот отсюда они уже когда вот такие когда голова у нас здесь вылезает здесь они еще вот он бегает у него он даже не достает до края потом уже голова так торчит значит у нас побольше да и отсюда уже вот детский сад у нас это стекло ну сейчас он не оставляли его просто даже не вычищал это стекло зеркальное то есть с этой стороны мы видим с той стороны нет ну чтобы они не боялись да и я вот там разграничиваю по квадратам у них есть выход на улицу дверь то есть я делаю там такой загончик и все а так вот у них не утепленная и вот кстати по ну да достаточно чисто все кстати по запаху да и запаха нет такого запаха даже не не куриного красавица они так моргают интересно была девочка но вот которая видео у нее она такая как фото модель кто приходит там фотографируется она встает глазами там ресницы и вот у многих какие перцы у вас прям вообще болгарские все помидоры вот все они все обрезаны потому что потом их что огурцы что помидоры блин их и со стремянки потом снимать им просто уже это вот все на это на вызов так вот еще раз я вам покажу сейчас вот он вот вот такими это и здесь вот он и все вот эта земля вся вот такими комками вон там видно по под тем виноградом это виноград вот с этого ведро снял это уже пошел второй ну правда не вызов не вызов да не вылил а так в августе мужа мы с этого видова сняли где-то и с того сняли ведро спасибо вам огромное столько полезной информации удивил но спасибо большое володе волос спасибо тебе огромное такую возможность посетить показать вот эти чудеса все ну и хочется от души пожелать чтобы ваше дело процветала потому что на какое-то волшебное получать уникальное у вас глаза горят вы так рассказываете интересно спасибо вам огромное да приедем тем более недалеко завершилось наше небольшое путешествие выходного дня вместе с ним подходит концу это видео мы проделали 380 километров весь маршрут наш не такой большой оказался но настолько наполненный впечатлениями надеюсь наше сегодняшнее видео и предыдущие как-то передало эту атмосферу нашего удивления и неподдельного восторга временами детского простите я знаю мы дикие люди но мы выражаем свои эмоции мы без этого не можем мы были удивлены местами шокированными нас встречались прекрасные люди не всех их мы снимали ну потому что сами понимаете частная жизнь вплоть до того что наша последняя встреча уже отъехав от фермы мы почему-то решили имея полную машину остановиться за яблоками оказался очень интересная женщина которая знает и володю знает александра и мы договорились к ней приехать собрать у нее яблоки наверное этому покажем дай бог то получится в общем друзья как мне кажется не знаю лора поддержит меня или нет но это был удачный опыт очень удачный опыт исследования может быть так сложилось но какая-то невероятная химия вот это гостиница это кулинария все природа масса позитивных эмоций от всего увиденного надеюсь мы смогли передать эту энергетику и вам подписывайтесь на наш канал ставьте лайки колокольчики не знаю все на свете чтоб только не теряться друг с другом хороших людей не так много в этом мире давайте быть вместе соединяться объединяться наш канал старается нести добро надеюсь вы это ощущаете будьте здоровы и счастливы радостны всего вам самое наилучшего и пусть каждый ваш день будет добрым пока